Вице-министр информации общественного развития Казахстана также провел встречу с населением Кустанайского района. Даниил Аркадиров ответил на вопросы участников и обсудил актуальные темы, отметив, что обратная связь с населением как никогда важна. Рабочая поездка вице-министра информации общественного развития Казахстана продолжилась в Кустанайском районе. В городе Тобыл Даниил Аркадиров рассказал о деятельности ведомства и действующих мерах господдержки. Также вице-министр отметил важность увеличения возраста молодежи. В прошлом году закон подписан в декабре от 14 до 35 лет. Почему это делается? Потому что сейчас будет где-то почти одна треть населения будет считаться молодежью. И сейчас существует очень много государственных программ и жилищных, и трудоустройства. Это Бахтур, Баса, это и первое рабочее место, это и молодежная практика. Чтобы у людей была возможность воспользоваться этими государственными программами, которые сейчас очень множество. Вы это можете узнать и в цонах, и в молодежных ресурсных центрах. Кроме того, вице-министр рассказал населению о новом законопроекте о петициях. По словам Даниара Кадирова, в министерстве разрабатывается официальная платформа, куда каждый гражданин сможет загрузить петицию. В приложении люди смогут голосовать, вход и регистрацию создатели планируют сделать через ИИН и биометрию лица. Это цивилизованный способ. Пожалуйста, давайте вы можете вывести свою петицию, и мы посмотрим, сколько реально за вами людей. Если это есть, то будем работать над этим. Если нет, то это уже популяция, это уже игра на нервах и шантаж, чтобы добиться своих кокористых целей. Есть такие люди, которые ватсап-чат создадут, шумят, кричат, орут, а потом, когда отдельно к нему приходишь, он отдельно приходит и говорит, вы мне кредит закройте, вы мне это сделаете, я всех успокою. Вот такой подход тоже есть. Шантаж чистой воды. В ходе встречи вице-министру заданы вопросы сферы общественного развития, семейной политики и межэтнических отношений. Затронута и тема информационной безопасности. Мы живем в информационном обществе. В нашей стране в разных структурах соблюдается безопасность. К примеру, в Министерстве обороны, ЧАЭС и в санитарных инспекциях. А на каком уровне в государстве информационная безопасность? В законе о смете вопросы урегулированы. Работа над информационной безопасностью продолжится. Считаю, что такие встречи для вас и для министерства полезны. Я записал ваши предложения. В будущем мы их учтем. Обсуждался вопрос и поддержки работы общественных советов. Обратная связь здесь всегда играла важную роль. Встречи с населением необходимо проводить регулярно, отметил Даниил Аркадиров. По словам вице-министра, главная цель – найти путь решения важных для общества вопросов. Айдана Папанина, Олжас Ясенжигитов, телеканал Костанай.